Здравствуйте! Вести Хакасия на телеканале «Россия» в студии Елена Крылова в этом выпуске. Интерпол совместно с полицейскими Хакасии задержал опасного преступника. Судить будут в двух странах. Спешить на помощь доктор теперь будет с ветерком. В Хакасии сельскому врачу подарили спутер. Он дал старт профессиональной журналистике в Хакасии. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Семена Доброва. Подозреваемого в двойном убийстве и объявленного в международный розыск гражданина Китая, полицейские Интерпола и МВД задержали не где-то, а на пилораме в селе Сапогова в Хакасии. Мужчина работал там разнорабочим. В ходе сегодняшнего рейда сыщики задержали еще 11 иностранцев без разрешения пребывать на территории России. Подробности интернациональной истории у Константина Кравцова. Чтобы найти общий язык с этим мужчиной, сыщикам понадобился переводчик. 37-летний гражданин Китая подозревается в убийстве двоих соотечественников на территории Иркутской области. За это он объявлен в розыск и полиции КНР. Через переводчика немного. Он признает, что участвует, осознает совершенное, находится в расстроенных чувствах. Преступление совершено в 2012 году. То есть в международном розыске он уже почти год. Вместе с предполагаемым убийцей полицейские задержали на Сапоговской пилораме еще 11 иностранцев. Четверо из них – граждане Таджикистана. Все они трудились тут незаконно, без разрешающих документов. Откуда приехали в Хакасию? Чем занимаетесь в республике? Задержанные составляли практически весь штат пилорамы. Сегодня работы здесь приостановлены. Как выяснилось, даже местные жители знали, что на предприятии работают нелегалы. Знали, но молчали. Ну я его давно видел, что он здесь работает. Он здесь уже не первый год. Стоит также отметить, за привлечение иностранцев к работе наказание в виде штрафа ждет и собственника пилорамы. Кстати, он тоже выходец из азиатского государства. После проверки 11 мужчин будут, скорее всего, выдворены на родину, а предполагаемый убийца отправится к иркутским следователям. За двойное убийство ему грозит внушительный срок. Впрочем, даже после российской тюрьмы его ждут на родине. Закон Поднебесной предусматривает за совершенное преступление смертную казнь. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Евгений Чаптыков. Вести Хакасия. А тем временем прокуратура Усть-Абаканского района готовит заявление в суд на владельцев китайских теплиц возле Ташибы. Напомним, в августе проверка Россельхознадзора выявила грубые нарушения китайских фермеров. Землю загрязнили мышьяком и фтором. Кроме того, иностранцам выдали предписание очистить территорию. Она больше похожа на свалку. Однако большинство из них проигнорировали замечания надзорников. Теперь прокуратура намерена добиться реакции при помощи суда. Сегодня сдана в эксплуатацию противоловинная галерея на самом опасном участке федеральной трассы М-54 «Енисей» на границе Красноярского края Тывы. Она защищает дорогу от частых в этих местах снежных лавин и селевых сходов. Уникальный объект, самый протяженный в России, почти полтора километра, строили его без малого 20 лет. Трасса М-54, по сути, единственный путь, связывающий Туву с другими регионами. Железнодорожного сообщения здесь нет, а воздушное развито слабо. Галерея может выдержать не только нагрузку сверху в виде схода снежных лавин или селевых потоков, но и способна выстоять даже при девятибальном землетрясении. В Хакасии появился первый скутер скорой помощи. Фельдшер из села Новомихайловка Алтайского района до своих больных впредь будет добираться с ветерком. На двухколесный транспорт местного врача пересадил Минздрав. Подробности в следующем сюжете. С комфортом и приличной скоростью теперь по родному селу будет передвигаться фельдшер Любовь Николаенко. Месяц назад в Новомихайловке открыли ФАП. Тогда сельчане попросили главу правительства подарить двухколесный транспорт их медработнику. Виктор Зимин тут же дал распоряжение. Вот такое приняли неординарное решение. Купить вот такой необычный мотороллер. Ну это как бы первый наш опыт. В дальнейшем мы посмотрим, как это будет срабатывать. Потому что мотороллеры тоже не везде могут ездить. У нас есть такие села, где и на мотороллере, и на велосипеде даже не проедешь. Средства на покупку нашли в программе развития здравоохранения. Без малого 50 тысяч рублей. По характеристикам этот скутер и правда можно назвать скорой помощью. С пометкой «Гоночный» и объемом двигателя в 150 кубов он развивает максимальную скорость более 80 км в час. Фикшер Любовь Николаенко, хоть и водитель со стажем, но двухколесный транспорт еще осваивает. Я ездила на Урале, ездила на легковых машинах. Они не падают, а этот падает. Поэтому опыт был неудачный, но я обещаю, что я научусь. Потому что желание есть. Тяжелность деревни очень большая, 3,5 км, поэтому очень много времени тратится для ходьбы из одного края в другой. Но это, конечно, сократит время. Сократится время ожидания и для пациентов, уверены сельчане, ведь в Новомихайловке всего один медик. Между тем численность деревни больше тысячи человек. И вызовов на дом, на процедуры или осмотр всегда хватает. Впрочем, это уже не проблема, ведь впредь наматывать километры сельскому врачу придется разве что на спидометре. Хакасия формирует гуманитарный состав для Дальнего Востока. 9 тонн продуктов и бутилированной воды уже собрано на складе железной дороги в Абакане. На призыв о помощи откликнулись предприниматели Хакасии. Они выделили растительное масло, сахар, сгущенное молоко и другие консервы, рис, макароны. На склад привозят уголь и предметы первой необходимости, одеяло, подушки. Фермеры Хакасии тоже выделяют свою продукцию. А с 16 сентября, в понедельник, по всей республике откроются пункты приема гуманитарной помощи от населения. Они будут работать в территориальных управлениях социальной поддержки. Туда можно приносить теплую одежду и обувь, продукты и вещи первой необходимости. По мере наполнения состав будет сформирован и направлен на Дальний Восток. Напомним, от разлива Амура на Дальнем Востоке пострадало уже более 100 тысяч человек. 72 коробка – это около 300 граммов гашиша, оптовая стоимость которых на черном рынке больше 150 тысяч рублей. Изъяли сотрудники управления службы наркоконтроля по Хакасии сегодня. Оперативная информация о том, что группа молодых людей, жителей Тувы, повезет довольно крупную партию, поступила заранее. Около двух часов ночи на подъезде к Абакану автомобиль был задержан. От добровольной выдачи наркотика подозреваемые отказались. Пришлось досматривать машину и привлекать кинолога со служебной собакой. Означит местонахождение. Поэтому пришлось машину буквально разбирать по запчастям. Наркотик все-таки был обнаружен. Он находился в районе задних сидений автомобиля, внизу в бензонасосе. Запах, конечно, был очень сильный, но, тем не менее, это удалось обнаружить, найти и изъять. Уголовное дело возбуждено по факту хранения наркотических средств в крупном размере. Срок лишения свободы по этой статье от трех до десяти лет. В Хакасии бомж, нанятый для того, чтобы сделать ремонт на даче, продал имущество хозяев. Все произошло в Ширинском районе. Мужчина, тайный от хозяев, в течение месяца успел вывезти почти все, что было на даче. Причем нашел покупателей и при этом убедил их, что все это его. В числе украденных вещей, строительные материалы, инструменты, деревообрабатывающие и шлифовальные станки и баня. Подозреваемому 36 лет, он из Черногорска, не имеет определенного места жительства и уже судим за кражу. Минувшей ночью в Абакане по улице Дружбы народов возле развлекательного заведения провалился под землю автомобиль. По словам очевидцев, в глубокой ночи, примерно около часу, водитель на полном ходу угодил в яму. Известно, что водитель был трезв и не получил травм. Никаких предупреждающих знаков и ограждений на месте происшествия не было. Подобный случай, как выяснилось, здесь не впервой. В июне в западню также угодила легковая машина. По мнению ГИБДД, грунтовые воды размыли данный участок парковки. Люди же говорят, что бригада рабочих проводила ремонтные работы. Владелец машины намерен найти виновных и взыскать ущерб. По предварительным подсчетам, ремонт может обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Ограждения были уже в яме до того, как он попал туда. Он вызвал для этого и ГИБДД, чтобы решить этот вопрос, наказать дорожников. Да, я считаю, что в таком случае стоит разобраться с дорожниками, которые ведут здесь работы. В сентябре Владимир Путин поздравит 45 долгожителей из Хакасии. Всех тех, кому в этом месяце исполняется 90 или 95 лет. Отметим, что подавляющее большинство из них – женщины. В списке юбиляров только четверо мужчин. Все, кого поздравит президент – ветераны Великой Отечественной войны. Девять пенсионеров отметят 95-летний юбилей и еще 36-90 день рождения. Большинство старших именинников сентября живут в Абакане. Это 12 человек. А сегодня исполняется 100 лет со дня рождения первого в Хакасии профессионального журналиста Семена Доброва. В разные годы он работал главным редактором газеты «Ленинчолы» и «Советская Хакасия». Был субкором «Московской правды». Воспоминаниями о журналисте с нашей съемочной группой поделились его коллеги и дочь. Любовь к слову Семену Доброву передал наследство его отец, который славился талантом рассказывать народные сказки. Закончив школу, будучи журналист, стал преподавать грамоту местным жителям. С профессией Добров впервые познакомился, будучи пропагандистом передвижной красной юрты. Семен Константинович стал первым в Хакасии, кто получил настоящее журналистское образование. Затем работал в ведущих газетах республики главредом. Спустя десятки лет у коллег о нем только теплые воспоминания. «Он меня научил газетному делу и вообще культуре научил. Для меня этот человек до сих пор остается, не знаю, вот как символ, что ли, такого человека, настоящего такого». В честь юбилея Семена Доброва в Хакасию из Америки специально прилетела его старшая дочь Елена. Елена утронула, что на родине до сих пор помнят и любят ее отца. Впрочем, так было и во времена ее детства. Дом Семена Константиновича всегда был открыт для гостей, а вот о творчестве отца дочь помнит не так уж много. «Честно говоря, я журналистикой не интересовалась. Я стала химиком и я интересовалась математикой. И в основном как бы науками. Но что я очень хорошо помню, что папа всегда работал. Каждое воскресенье полдня он писал». Коллеги Доброва переживают, что журналисты знают только в его профессиональной сфере и хотят, чтобы в его честь в АБК не установили памятник. Ведь именно Семен Константинович дал старт профессиональной журналистики в Хакасии. И в завершении напомню, наша телекомпания работает и в выходные. Завтра в 10 часов смотрите передачу «Знай наших». Она будет подсвечена работникам леса. Они отмечают профессиональный праздник. Поговорим мы об искусстве. Юлия Константинова в передаче «Культура Хакасии» расскажет о том, как в республике прошел пятый международный фестиваль театров «Желанный берег». И на этом у меня все новости. Приятных выходных!